МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Гость в студии» и я, и ведущий, Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии гость Николай Юрьевич Иванов, начальник Кумиртовского межрайонного отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Николай Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Тема нашей беседы сегодня – это безопасное пользование газом, газовыми баллонами. Предлагаю начать, наверное, со статистики, как часто у нас в Республике происходят трагические случаи, причинами которых является небезопасное пользование газом. Ну, к сожалению, в нашей Республике такие случаи имели место. Самый большой, самый резонансный такой случай произошел в 2011 году в городе Уфа. В торговый центр Европы прошел взрыв с последующим пожаром в результате утечки газа. В результате пожара площадь пожара составила порядка 3000 квадратных метров, в результате которого погибло 2 человек, и большое количество людей уже обратилось в медицинское учреждение за оказание помощи в связи с этим происшествием. В 2010 году в городе Шимбай по аналогичной причине произошел взрыв. Два человека погибли, в том числе один ребенок. В Белеберинском районе в 2012 году аналогичная ситуация произошла. Погибло 5 человек, в том числе и двухлетний ребенок. В 2014 году в городе Янаул при взрыве газового оборудования погибли 5 человек, в том числе двое детей. И самое свежее на сегодняшний день, 30 января 2017 года, буквально недавно, в городе Белорецк в результате утечки газа произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, двое получили травмы. Неходимо отметить, что причина образования газовозатушных смесей и это именно техническая неисправность газовых приборов, газовых баллонов, несвоевременное их обслуживание, в связи с чем происходят данные события. Взрыв в самом себе газовозатушных смеси происходит очень быстро. Реагировать практически на это невозможно, потому что тот газ, который находится в приборе, в том числе в баллоне, он под большим давлением выходит в помещение и уже происходит хлопок, взрыв с последующими всеми плохими событиями. Это гибель, это разрушения масштабные, в том числе и обрушения, бывало, и подъездов, стены вылетали, стекла, ну и так далее. Да, Николай Юрьевич, существует ли статистика по количеству домов, у нас, которые централизованным газом пользуются, и те, которые дома вынуждены газовый баллон применять? Ну, на сегодняшний день, по информации ПАО «Газпром» и газораспределения УФА, у нас в республике порядка 17 тысяч квартирных домов подключено к газу, порядка 500 тысяч жилых домов подключены к газу, порядка 7 тысяч пользуются газовыми баллонами. В городе Кумертау, если конкретно, то это 585 газифицированных квартирных домов, это 22 тысячи 89 квартир на сегодняшний день, и 5 тысяч 53 частных жилых дома. Однако вот на сегодняшний день известно, что договора по техническому обслуживанию заключили 99,7%, то есть не 100%, кто-то все-таки так и не заключил. То есть, на самом деле, сейчас они подвергают опасности всех окружающих на сегодняшний день. Но вы отметили, что газовый баллон взрывается, газовое оборудование взрывается, все это молниеносно происходит, и самое главное здесь остается только говорить, что нужна профилактика. Ваше ведомство ведет ли какую-то работу как раз-таки по профилактике, по надзорной деятельности, и кто вам в этом деле помогает? Да, мы хорошо в этом работаем и с администрацией, и с газовыми обслуживающими организациями. В ноябре 2016 года нами было инициировано и проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Кумерталп, на котором было принято решение о создании международных комиссий, в которые были включены сотрудники Госпошнадзора, работники обслуживающих организаций, представители администрации. Данную работу мы провели, первый этап данного года мы уже весь закончили, согласно утвержденного плана, и уже с 27 января текущего года начался второй этап. То есть это обследование жилых домов, квартир, напоминание граждан, что безопасное пользование газом в быту сохранит материальное имущество граждан, сохранит жизнь, здоровье, как их, так и их близкие. В каких направлениях возникают проблемные вопросы? Проблемные вопросы возникают у нас следующего характера. Сами граждане при эксплуатации газовых приборов, в частности газовых баллонов, должны заключать договора с организациями, специализированные именно для этих видов работы. Но, в частности, есть такие моменты, когда они не заключаются. Плюс также показывает практика, что у нас производятся работы, допустим, по ремонту, в частности, натяжение потолков, они сейчас практически у всех есть дома. Мало кто задумывается, что эта организация именно делает с этими баллонами, и как они все это производят. Как правило, они их начинают заносить в дом. Особенно это очень противопоказано, скажем так, в зимний период, когда температура на улице минусовая, а температура в помещении плюс 20 и выше. Да, но еще и при использовании баллона еще выше. То есть газ заправляется, как правило, эта организация находится на улице, газ находится в холодном состоянии, заправляется в подзавязку этого баллона, и, соответственно, когда заносится баллон в теплое помещение, согласно закону физики, газ начинает расширяться. Арматура начинает не выдерживать, и газ вырывается наружу. Если имеется источник зажигания, естественно, происходит взрыв. Вот самые такие проблемные вопросы, что граждане почему-то пытаются все время или забыть, или не видят. Поэтому следует всегда обращать внимание, что к вам вообще заносит в дом. Да, какие бы вы еще рекомендации дали жителям? Помимо этого, если даже вы не делаете какие-то там ремонтные работы, допустим, ваши соседи производят какие-то ремонтные работы, всегда будете бдительны, кто там что делает. Не появились ли какие-то там посторонние баллоны красного цвета, они всегда обычно такого вида. И всегда быть осторожным и обращать на это внимание. Ничего такого страшного, если подойдете к соседу, спросите, а что у тебя? Он скажет там, ремонт, например. Но вы можете ему всегда напомнить, что вот мы заметили, что у тебя вроде есть газобаллон. Будь внимательный, будь осторожный, зачем его туда занесли и так далее. Это ничего такого сложного нет. Это просто необходимость такая предостеречь своего же соседа. Соответственно, если вы добьетесь, что он это воспримет, соответственно, вы и себе поможете. Вдруг что? Плюс некоторые граждане у нас, в принципе, сами для себя, зачем-то начинают хранить дома баллоны. Согласно требованию нормативных документов, такое в принципе запрещено. Если газовый баллон вам так нужен, он должен храниться как минимум снаружи, у несущей кирпичной или железобетонной стены, закрытой в ящике, с специальными знаками огнеопасных газ, только в таких случаях эксплуатация таких газовых баллонов разрешается. А не как это у нас, захотел занесся, захотел вынесся и так далее. Что хочешь, не то и делать. Вот такие самые проблемные вопросы. Но, коли жители пользуются газовыми баллонами, как их правильно заправлять, куда нужно обращаться? Обязательно обращаться нужно будет специализированной организации, у которых имеется соответствующее разрешение, документация. То, что баллон нельзя заправлять как минимум более чем на 85% этого объема. У нас все пытаются сэкономить, хотят в нем по максималке. Можно, конечно, на 100%, но это опять же приведет к тому, что рано или поздно газ расширится и выдавит ту арматуру, которую на нем имеется. Плюс вы должны убедиться, что ваш баллон исправен, он нормальный, у него не стек срок его эксплуатации, у него нет каких-то механических повреждений. Он с виду полностью целый, хороший, нормальный. Если вы, как говорится, не знаете, как его использовать, эксплуатировать или как проверить, то нужно обратиться к соответствующей организации. Как правильно при покупке выбрать газовый баллон? По крайней мере, одно время среди автомобилистов была такая информация, что китайские баллоны продаются из тонкого металла. Мы сейчас не про автомобильные, конечно, газовые баллоны говорим, но тем не менее. Это продолжение нашего предыдущего вопроса. То, что я сказал, целостность должна быть. Плюс, я тоже могу сказать, тем, кто реализует такой вид товара, любой продавец, любой предприниматель, прежде чем продать такое оборудование, должен убедиться и провести первичный осмотр, убедиться в том, что он продает технически исправный предмет. То есть, он должен, опять же, убедиться, что он целый, нормальный, у него не стек срок годности. И вот только после этого сам предприниматель, или кто продает, может его уже преподнести потребителю. Плюс потребитель всегда вправе потребовать контрольное взвешение этого баллона. Почему? Потому что сами баллоны при продаже, они должны быть уже заправлены. И в паспорте этого прибора уже прописано, что сколько килограмм находится газа внутри. Если там его меньше, соответственно, он уже протекает. То есть, уже технически он неисправен. И целесообразность покупки такого баллона я не вижу смысла. Плюс сам продавец, когда вы приходите покупать, например, такой газооборудование, он должен вам рассказать, как им пользоваться. Если человек уже не знает, что это такое, для чего он нужен, опять же, возникает подозрение, компетент ли человек, что он вообще продает. Если он сам не знает, что это такое. И, естественно, по этим знаниям, которые есть у продавца, можно же делать какие-то выводы, стоит ли это покупать или нет. Именно у этого предпринимателя или в этом магазине лучше обратиться к какой-то все-таки другой. Время нашего общения, к сожалению, подходит к концу. Может быть, еще какие-то рекомендации были бы нашим телезрителям? Ну да, то есть вот эти элементарные требования по безопасности, это просто посмотреть, как у вас оборудование, в каком он состоянии, в каком находятся все соединительные элементы, все прокладки, исправно не потрескались, срок службы не истек. В результате вот этих игнорированных, если все-таки вы это знаете вроде, но вы проигнорировали, решили все-таки купить, может привести под угрозу жизнь не только вас самих, а ваших соседей, ваших близких. Об этом нам всегда думали, потому что, опять возвращаясь назад, все вот эти события, они происходят в глобальном масштабе, это не происходит, чтобы просто там что-то взорвалось и ничего не произошло. Никогда такого не бывает. Всегда с какими-то большими, такими крупными последствиями. Хотя сделать самому, вернее, допустить до такого, это очень просто, если элементарно ничего не соблюдать. И только внимание соблюдения элементарных требований, это требование предотвратит возникновение таких ситуаций и спасет жизнь, здоровье и ваше имущество. Спасибо большое, Николай Юрьевич, за то, что пришли к нам в студию, ответили на мои вопросы. Сегодня у нас в студии был гость Николай Юрьевич Иванов, начальник Кумиртовского межрайонного отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по республике Башкортостан. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова